В эфире служба новостей Саров 24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Снова увеличение количества зараженных. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Более 30 миллионов рублей на реконструкцию детского парка. Подведены итоги голосования в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Три стрессовые буквы. Как старшеклассникам справиться с волнением во время сдачи ЭГЭ? Далее расскажем обо всем подробно. Обязательное ношение масок и перчаток на улице отменяется. Это только в Москве. Но в общественном транспорте и помещениях средства защиты по-прежнему надо надевать. С 13 июля в столице снимается еще ряд ограничений, введенных из-за пандемии. В том числе начнут работать все образовательные учреждения. Это при том, что Москва лидирует в рейтинге по количеству зараженных коронавирусом. В России за последние сутки COVID-19 выявлен у 6600 человек. Всего за время эпидемии заразились более 713 тысяч граждан. 489 тысяч пациентов выздоровели. Чуть более 11 тысяч скончались. В Министерстве обороны сообщили о состоянии добровольцев по испытанию вакцины. По данным ведомства, они чувствуют себя хорошо и физически, и психологически. Российская вакцина от коронавируса сформировала у них иммунный ответ. В Нижегородской области за минувшие сутки от коронавируса вылечились еще 247 человек. Всего с COVID-19 справились 13700 нижегородцев. Более 4 тысяч человек находятся на амбулаторном лечении. То есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Порядка полутора тысяч жителей региона лечатся в больницах. Между тем, с 15 июля в Нижегородской области начнут работать детские лагеря с медицинской лицензией на оказаниях санаторно-курортной помощи. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин. Совместно с Роспотребнадзором и медицинскими специалистами сформируем перечень требований, с учетом которых смогут начать работать и другие лагеря с 20 июля, при условии обеспечения соблюдения всех санитарных норм. Приоритетом по-прежнему является безопасность детей, рассказал Глеб Никитин. Лагеря будут заполняться только наполовину коечной мощности, а длительные смены сократятся до 14 дней. Родительские дни запретят. За оставшиеся полтора месяца каждый лагерь планирует провести по три смены. Отдохнуть смогут порядка двух тысяч детей. В Сарове с начала пандемии зафиксировано 673 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью и выздоровели 367 саровчан. 45 горожан госпитализированы в инфекционном отделении клинической больницы номер 50. В состоянии 24 из них врачи не оценивают как средне-тяжелое. 7 человек лечатся в Приложском окружном медицинском центре. 2 находятся в тяжелом состоянии. На карантине под наблюдением медиков остаются 186 человек. Саров строится и развивается. Появляется новое общественное пространство и территория притяжения горожан. В официальных группах канала 16 в социальных сетях мы обратились к горожанам с вопросом, чего, по их мнению, не хватает в Сарове. Большинство участников опроса отдали голоса за строительство социального жилья. 27% респондентов считают, что в городе нужны детские развлекательные центры. Около 14% высказались о нехватке детских садов. Около 40 миллионов рублей получит Саров на благоустройство детского парка по улице Сосина. Эта территория набрала наибольшее количество голосов саровчан в рамках программы формирования комфортной городской среды. В голосовании участвовали три объекта – зона отдыха Пруда Борового, бульвар в 15-м микрорайоне и детский парк на улице Сосина. Горожане могли проголосовать дистанционно на специальном интернет-портале и очно 1 июля. Своё мнение высказали почти 10,5 тысяч саровчан. В итоге детский парк по улице Сосина набрал почти 6800 голосов. На 800 человек меньше проголосовали за благоустройство зоны отдыха на Боровом. И 3700 саровчан высказались за реконструкцию бульвара в 15-м микрорайоне. В настоящее время планируется разработка проектной документации на благоустройство территории детский парк по улице Сосина. Будет проходить общественное обсуждение. Будем приглашать всех жителей города принять участие в данных обсуждениях. По словам специалистов Департамента городского хозяйства, проекты, которые не набрали большинство голосов, будут подаваться администрации Сарова на следующие региональные и федеральные конкурсы. Подведены итоги конкурса «Серафимовская школа служения». На рассмотрение экспертного совета поступило 100 заявок от организаций Сарова, Арзамаса и Дивеевского района Нижегородской области. По итогам грантового конкурса поддержку получат 45 проектов, в том числе 9 саровских. Реализовать эти проекты планируется в течение 2020 года. При участии кураторов от Объединенного проектного офиса Госкорпорации «Росатом» и правительства Нижегородской области. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Федеральная налоговая служба напоминает. Отчитаться о доходах, полученных в 2019 году, граждане должны до 30 июля. Обычно декларационная кампания длится до конца апреля. Но в этом году из-за пандемии коронавируса ее решили продлить на 3 месяца. Представить декларацию необходимо, если налогоплательщик продал квартиру, которая была в собственности меньше минимального срока владения. Получил дорогие подарки не от близких родственников. Сдавал имущество в аренду и в некоторых других случаях. Сыровчанам предлагают горящие бесплатные путевки для детей. Как сообщили в КБ номер 50, ребят готовы принять два санатория. Малаховка и Сергеевские минеральные воды. Там могут пройти лечение дети с заболеваниями костно-мышечной системы. И те, кому требуется помощь, специалистов-неврологов. Для оформления путевок необходимо обращаться к заведующему отделениями детской поликлиники по месту жительства или по телефону 90547. В Общероссийском народном фронте предложили изменить размеры некоторых штрафов для автомобилистов. Так, наказание за проезд на красный свет, по мнению авторов инициативы, должно оцениваться в 5000 рублей, а не в 1000, как сейчас. Аналогичную сумму предлагают взимать за установку заведомо подложенных номеров. Сейчас за такое нарушение штрафуют на 2000 рублей. В то же время штраф за грязные номера в Общероссийском народном фронте предложили снизить. Или даже вовсе заменить предупреждением. Сдача ЕГЭ – это всегда тяжелейший стресс для детской психики. И хотя старшеклассники готовятся к экзаменам на протяжении целого года, волнение от этого не уменьшается, а наоборот усиливается. В этом году на фоне пандемии тревожность и состояние неопределенности у выпускников могут усилиться. О том, как не устать перед экзаменом, а наоборот расслабиться и набраться сил, расскажем в следующем репортаже. В выпускнице лицея номер 3 Ксения Пешхонова долго и усердно готовилась к ЕГЭ, но это не избавило ее от переживаний. Самым трудным для девушки оказался первый экзамен, перед которым она почти не спала. В выпускнице вспомнила, как готовилась к ЕГЭ во время самоизоляции и рассказала, какие минусы и плюсы были в таком формате. Учиться дома – это совсем не то, как учиться в классе. За тобой нет никакого пристального внимания, ты можешь, так сказать, немного отдохнуть, и из-за этого очень сложно себя было собрать. Но зато у нас было больше времени, чем у выпускников ранее. Единые госэкзамены для 11-классников – это не только важный этап жизни, но и сильный стресс, который может привести к ошибкам и неудачам на экзаменах. По словам специалистов, волнению может способствовать домашний формат подготовки, боязни удачи и давления со стороны родителей и учителей. Когда эмоции, негативные эмоции зашкаливают, когда они затуманивают разум, то даже то, что выучено, оно забывается. Поэтому самая первая очередная задача – научиться гармонизировать свое эмоциональное состояние. Чтобы побороть волнение перед экзаменами, психологи советуют разнообразить свою деятельность, слушать расслабляющую музыку и заниматься спортом. Психические упражнения тоже никто не отменял. Для чего? Для того, чтобы, опять же, переключиться и чтобы стимулировать выработку эндорфинов, гормонов радости и счастья. То есть самим свой организм настраивать на здоровое состояние. Также, по словам психолога, во время такого эмоционально тяжелого периода родители должны быть всегда на стороне ребенка и во всем его поддерживать. Тогда ребятам будет значительно легче справляться с волнением, и они успешнее сдадут все экзамены. За время кризиса в России были уволены 3,5 миллиона человек. А количество жалоб в трудовой инспекции выросло вдвое. Такую статистику приводит Роструд. Больше всего россияне жаловались на незаконное увольнение и задержку заработной платы. О том, как обстоят дела с жалобами на действия работодателей и сколько нарушений зафиксировано за время пандемии в Сарове, смотрите в следующем репортаже. В прошлом году трудовая инспекция провела 119 проверок, вследствие которых возбудили 70 административных дел. В 2020 году 85 проверок и 55 административных дел. Такая динамика обусловлена тем, что постановлением премьер-министра на плановые выезды введен мораторий. Все проверки в связи с пандемией проходят документарно и согласовываются с прокуратурой. Любое обращение, если в первой ситуации в течение 30 дней мы проводили проверку и представили информацию, любое обращение, которое сейчас поступает в период самоизоляции, мы должны были давать ответ. То есть мы работали, как, соответственно, скажем, даже не в штатном режиме, когда все находились на самоизоляции. Я бы сказал, мы работали даже немножко в усиленном режиме. То есть вели прием граждан по телефону, мы дистанционно общались и давали ответ по всем обращениям в течение суток. В этом году за непроведение медицинских осмотров и инструктажей зафиксировали всего два административных правонарушения. По невыплатам, задержкам зарплат и невозмещении процента за пользование деньгами работников – 14 правонарушений, как и в прошлом году. По средственной защите в том году мной было возбуждено 19 административных дел. Хочу признать, что на сегодняшний момент работодатели города Саров стали уделять больше внимания этому аспекту, этому вопросу. И на сегодняшний момент всего лишь возбуждено 9 административных дел и приличных к административной ответственности. Что касается системы оценки условий труда, здесь тоже, что меня искренне радует, если в 2019 году было возбуждено 5 административных правонарушений, то на 2020 год у нас есть позитив 4. Во время пандемии обращения поступали и от сотрудников, и от работодателей. В большинстве случаев это были не жалобы, а просьбы о консультации. Кто-то звонил, кто-то писал с просьбой дать информацию, какие выплаты должен произвести фонд социального страхования в следствии больничных. Кто-то интересовался, как будут происходить, разворачиваться события в дальнейшем, будут его увольняться, не будут. Но жалоб на незаконное увольнение, принуждение на увольнение или какое-то давление, я говорю про город Саров, официально не поступало в Государственную инспекцию труда. Если работодатель нарушает ваши права, можно получить консультацию в Государственной инспекции труда. По всем обращениям специалисты ведомства применяют меры инспекторского реагирования. Либо можно направить жалобу в региональную прокуратуру или суд. Эксперты рекомендуют сохранять расчетные листы, бумаги, изменяющие режим работы и прочие документы, которые отражают вашу проблему. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Растяжка мышц, развитие гибкости и эластичности. Саровчан приглашают на занятия аэробикой на свежем воздухе. Уже в это воскресенье в районе поймы реки Сатис на территории жилого комплекса Саровская ривьера пройдет очередное занятие стретчингом. Заниматься этим видом аэробики можно в любом возрасте, независимо от уровня подготовки. Проводить занятия по растяжке на свежем воздухе Андрей Холодков начал совсем недавно. Место для стретчинга инструктор выбрал не случайно. Ранее занятия проходили на лыжной базе. Там, по словам Андрея, было не очень удобно. Высокая трава и неровная поверхность мешала спортсменам выполнять упражнения правильно. Теперь занятия будут проходить в районе поймы реки Сатис. Здесь, конечно, лучше, гораздо лучше. Площадь очень хорошая. И покрытие очень хорошее для всяких стойк. Здесь как бы идеально. В период самоизоляции многие соровчане перестали заниматься спортом. Именно поэтому Андрей решил проводить бесплатные занятия на свежем воздухе. По его мнению, это поможет многим завести новые знакомства, а заодно и привести себя в форму. Я знаю, что люди уже не то что моего возраста, а гораздо моложе. Они просто никакие. И у них болят и спинки болят, и ножки, и грудной отдел. И поэтому решил в этом плане с ними начать заниматься. Такая более здоровительная растяжка, небольшая, легкая. Занятие в Саровской ривьере пройдет уже в это воскресенье, 12 июля. Прийти на растяжку могут все желающие старше 13 лет. С собой необходимо принести коврик и бутылку воды. Форма одежды спортивная. Начало в 10.00. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Не дня без спорта. Даже в условиях режима повышенной готовности при закрытых спортзалах и фитнес-центрах саровчане не забывают про здоровый образ жизни и физкультуру. О том, как они занимаются и поддерживают себя в хорошей спортивной форме, смотрите в следующем репортаже. Здоровый образ жизни – вот залог красоты и здоровья. Это уже давно доказано учеными. В период пандемии закрыты все фитнес-центры. Но саровчане продолжают заниматься спортом дома. Так пойдемте узнаем, какие у них любимые упражнения. На тренажерах заниматься, обручь крутить, чем угодно. На что с фантазией вашей? Фитнесом. Ну, фитнесом каким-то. Ну, выпады, приседания, отжимания там всякие. Дома? Нет. Я на улице хожу на лыжную базу. То есть, а там что делаете? Там есть спортивный городок. Ну, а что вы на нем делаете? Подтягивания, отжимания от брусьев. Лежать на диване. Отличный вид спорта. Приседать, отжиматься, все можно делать. Потеиваться. Ну, смотря, есть ли здесь какие-то там спортивные снаряды или что-то там. А вы чем дома, как вообще занимаетесь? Нет. Со штангами. Я нет. Со штангами, приседания. Гимнастика обычная, зарядка, да? Что еще можно? Попрыгать? Ты не очень попрыгаешь, соседей жалко. Вот, зарядка какая-то такая. Уборкой можно начать заниматься. Очень хорошие физические упражнения. Пол помыть, плиту протереть. У меня, например, мне 92 годы. Занимаю спортом, велоспортом. Такой аппарат мне сын купил. И вот им занимаюсь. Тяжелой атлетикой. Скажи, что это? Это штанги поднимать. Я еще на турнике занимаюсь. Ну и все. Приседания, ну, всякие различные упражнения. На пресс, на мышцы. Я каждый день отжимаюсь и делаю приседания. Сколько отжимаешь? Ну, раз 10 где-то в день. На велике можно кататься, там бегать. Я подтягиваюсь. Сколько раз? Ну, 12-13. Гимнастик по утрам. Отжимания, приседания. Что еще? Бег. Да любым. Подтягиваниям, отжиманиям. Все, что связано с полом. Этим можно и заниматься. Мои любимые упражнения – это приседания и планка. Друзья, занимайтесь спортом и будьте здоровы. Для вас опрос проводили Ирина Вашегородцева и Константин Островский. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей.